Разговор был продолжительный и очень содержательный. Я бы выделил два компонента этого разговора. Первый, довольно неожиданный, может быть, для прессы. Он носил мировоззренческий характер. Мы пытались вместе ответить на целый ряд вопросов, которые связаны с очень сложной и еще, может быть, не всеми понимаемой проблемой выживания человеческой цивилизации. Куда идет мир? Что происходит с людьми? Что происходит с человеческой цивилизацией? И речь идет не только о вызовах, связанных с темой войны и мира, конфликтов, но и, конечно, очень большое место в этой проблеме занимает экология в широком смысле слова, не только как защита окружающей среды и не только как опасность окружающей среды, но как опасность человеческой личности. Потому что если человек потеряет нравственные ориентиры, он перестает быть человеком в полном смысле этого слова. Задача дьявола заключается в том, чтобы человек потерял различие между добром и злом. Как только это происходит, человек становится управляемым и совершенно неподотчетным человеку становится развитие человеческой цивилизации. Потому что там, где зло, там смерть, там уничтожение, а там, где добро, там жизнь. Вот в двух словах я вам передал этот философский разговор, но он очень важен, потому что в нем участвовал и патриарх, и глава государства. И я хотел бы отметить единомыслие, которое было обнаружено в этом разговоре. И я радуюсь, что глава белорусского государства вас беспокоен вот такими глобальными темами. А если у человека есть забота о таких глобальных проблемах, то, конечно, в первую очередь он фокусирует эту озабоченность на своей собственной повестке дня, связанной с процветанием белорусского народа, с решением задач, которые сейчас стоят перед президентом, перед правительством, перед всем белорусским народом. Ну и, конечно, поскольку общий политический контекст в Европе сегодня беспокойный, тревожный, а Беларусь как раз находится вот в этой пограничной зоне Европы между, так сказать, Востоком и Западом, хотя сама, конечно, принадлежит Востоку, поэтому мы не обошли вниманием и тему значений места Беларуси в современной архитектуре Европы.